МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все здесь зависят от находчивости, выдержки и во многом везения. Отрезанные от остального мира животные и растения эволюционируют по-другому. Они или благоденствуют, или ведут борьбу в этом островном раю. ДИКИЕ ГАЛАПАГОСЫ В РАЙСКОМ ПЛЕНО ФИЛЬМ ТОМАСА БЕРЕНДА Вулканический ландшафт, который выглядит как поверхность Луны. Живым существам было непросто колонизировать эти места. И все же как-то им это удалось. Мощные океанские течения несут свои воды тысячи километров до Галапагосских островов и часто приносят с собой необычный груз. Так случилось и с предками Галапагосских пингвинов. Течение Гумбольта принесло их сюда из самой Антарктиды. Представьте себе их удивление. Черная лава вместо белого снега. Им пришлось многому научиться. Урок первый. Скалы такие же скользкие, как лед, но падать на них больнее. Галапагосские пингвины – единственные пингвины, способные выжить в этих широтах. Галапагосские острова и западные побережья Южной Америки разделяют 960 километров. Они почти на экваторе. Вы можете подумать, что вода здесь должна быть очень теплой. Но в течение полугода острова омывает холодное течение Гумбольта, которое приходит из Антарктиды. Однажды оно принесло сюда пингвинов. И с тех пор оно и позволяет им здесь выживать. Они оказались в хорошей компании. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует... Тоже приплыли сюда вместе с течением. Жизнь здесь не такая уж беззаботная, как кажется. Несмотря на то, что эти животные обитают здесь уже миллионы лет, это все-таки не их ареал обитания. Иногда это бывает слишком очевидно. Жара просто невыносимая. Котики прячутся под пластами лавы. Морские котики, возможно, выглядят так же, как их сородичи. Но мех у них намного гуще. Он приспособлен для температур ниже нуля. Здесь, на экваторе, они слишком тепло одеты. Поэтому днем они спят. И ждут вечерней прохлады, чтобы начать охотиться. Они привыкли работать в ночную смену. Условия на Галапагосах могут быть суровыми даже для закаленных коренных обитателей. Самые крупные рептилии на островах готовятся к наступающему кризису. Галапагосские слоновые черепахи. В это время года холодные воды океана не оказывают им услугу, меняя климатические условия. На острове Санта-Круз с июля по декабрь не выпадает ни капли дождя. Этот очень старый самец, многое повидавший, с трудом может найти себе здесь еду. Хотя он и может достаточно долго обходиться без еды, полгода продержаться без дождя не по силам даже ему. Чтобы не умереть от голода, он должен действовать быстро. А черепахи как раз этим не славятся. Самец отправляется в утомительное путешествие. И как по тайному сигналу, к нему присоединяется все больше черепах. Это ежегодная миграция. За тысячу лет они протоптали дороги сквозь густую растительность. Но от этого путь не становится легче. Помимо всего прочего, им приходится нести на себе тяжелые панцири метровой ширины. Медленные и настойчивые выигрывают гонку, на шаг опережая надвигающуюся засуху. Другого пути нет. Надо перетащить груз в несколько сотен килограммов через упавшее дерево. Миграция продолжается не один день и требует огромных усилий. И не все с этим справляются. Старый самец продолжает идти, не останавливаясь. Где же цель его путешествия? Засуха начинает устанавливать свои правила на больших участках территории острова. Нет дождя, нет растительности. Только одно растение может не обращать внимания на засуху. Мангровые деревья Корни деревьев опускаются в соленую воду, они растут и формируют лагуны. Мангровые деревья научились брать все, что им нужно, из океана. Они питаются с помощью корней, которые опресняют соленую воду и предоставляют обитателям островов необычное и просторное убежище. Это ясли для мальков рыб и обеденный стол для зеленой кваквы. Ей удается поесть, только когда мелкие рыбки собираются в плотную стаю. Она здесь не единственный охотник. Что-то странное происходит под водой. Пингвины. Необычная картина среди тропических мангровых зарослей. Пингвины, изгнанники из Антарктиды были вынуждены приспосабливаться. В теплом климате они почти лишились смокингов. И по размеру эти пингвины теперь не больше уток. А научиться здесь охотиться все еще непросто. Квакве не нравится, что изгнанники с полюса претендуют на ее еду. Продолжение следует... Но к ваквине стоит беспокоиться. У них не очень получается. Быстрые рыбки несутся к корням мангровых деревьев. Один из пингвинов пытается выгнать их в центр лагуны. Получается. А теперь нет. Эти соблазнительные мелкие рыбки слишком шустрые. Акваква очень довольна. Благодаря этой суматохе, ее добыча оказалась там, где ей нужно. Эволюция подтолкнула этих пингвинов к крайней границе выживаемости. Здесь для них такие экстремальные условия, что их осталось меньше 500 особей. Другая нелетающая птица на Галапагосах тоже привыкла бороться с трудностями. Фактически, она была летающей, пока не попала на этот остров. Выбрав для проживания это райское место, Галапагоский баклан оказался навсегда привязанным к земле. По мере того, как сменялись поколения, его тело стало больше, а оперение тяжелее. Сегодня его рост составляет 90 сантиметров. Это самый крупный баклан на планете. Если считать в высоту, а не в ширину. Поэтому, в отличие от других бакланов, которые ловят рыбу с воздуха, Галапагоский баклан вынужден делать это с суши. Еда у него рядом, ему не нужно путешествовать. Он ловит рыбу прямо у своего порога. Только бы не пришлось никуда ходить. Эволюция лишила баклана способности летать. Зато подарила ему отличное снаряжение для ныряния. Его маленькие крылья уменьшают сопротивление в воде. А гигантские лапы работают как лопасти подвесного мотора. Благодаря своим размерам, баклан может нырять глубже и оставаться под водой дольше, чем другие морские птицы. Он так старается. Но сегодня явно не его день. После небольшого отдыха он попробует еще раз. На Галапагоских островах есть все, что ему нужно, чтобы жить без забот. Благодаря его покорному слуге, течению гумбольта. Не только бакланы. Все морские птицы получают выгоду от холодного течения. Даже альбатросы, которые могут добраться практически куда угодно, пролетают тысячи километров, чтобы оказаться здесь. Богатые питательными веществами воды приносят жизнь на Галапагосы. Затерянный в центре Тихого океана, этот островной архипелаг имеет одну из самых крупных популяций рыб в мире. Это и гавань, и место для охоты. Микроорганизмы привлекают мелкую рыбку. За ней приплывает более крупная рыба. А затем еще более крупная рыба. Акулы-молоты приплывают целыми стаями. Они проводят здесь свой медовый месяц. И даже самая большая рыба на планете, китовая акула, заглядывают сюда ненадолго. Течение Гумбольта — это двигатель, который снабжает энергией всю морскую флору и фауну. Но если в море оно создает райские условия, для некоторых обитателей островов на суше оно становится причиной бед. Остров Пласа-Сур — место для выносливых животных. На неприхотливых сухопутных игуан здесь никто не охотится. И все же они живут здесь на пределе возможностей. В засушливый сезон на раскаленной почве даже привычную еду раздобыть чрезвычайно трудно. В толстокожих листьях опунции много сока. Маленькому вьюрку достать их легко. Он — ангел спасения. Игуаны достать листья не могут. Они ждут чуда. Желудки их пусты. Они сидят и смотрят, как вьюрки наслаждаются запретными плодами. Это становится невыносимым. И вот мольбы их услышаны. Наконец-то спасение. СМЕХ Но одним листом всем не наестся. Конкуренция выявляет все худшие качества. Некоторые забывают про еду и затевают драку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В этой ситуации все остаются в проигрыше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Засушливый период сдерживает рост популяции гуан на острове. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У них нет выхода. Надо довольствоваться тем, что уронит следующий вьюрок. До тех пор, пока через несколько месяцев не начнутся дожди. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В сотни километров от других островов на острове Уэнман очень мало растительности и совсем нет пресной воды. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для носканских Олуши это не проблема. Они привыкли находить все необходимое в океане. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зато изолированность острова дает им преимущество. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это и был бы настоящий рай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если бы не этот маленький вьюрок, который делает нечто отвратительное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он кровосос. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Его острый, как бритва, клюв может прокалывать кожу с ювелирной точностью. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Предки этих птиц, вероятно, так доставали паразитов. Потом попробовали кровь, и им понравилось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Жертва почти ничего не замечает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Опытный вьюрок не дает крови течь сильно, чтобы Олуша не сбежала. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И он настойчив. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Одного вьюрка вампира можно выдержать, если он не будет злоупотреблять. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И не приведет за собой стаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бьюрки должны меняться, иначе их завтрак улетит. Но не все готовы ждать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кажется, и хозяину все это надоело. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Убирайтесь с моей спины. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И Олушам, и вьюркам жизнь на этом райском острове дорого обходится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Его обитателям здесь не угрожают ни хищники, ни даже конкуренты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но вьюрки вампиры обязаны жизнью многострадальным олушам. А тем, в свою очередь, приходится время от времени соглашаться на небольшие кровопускания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Невысокая цена за жизнь на острове Уэннман в этом оазисе спокойствия. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Со слоновыми черепахами складываются похожие ситуации. Они тоже должны расплачиваться за райские условия. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самец прокладывает путь по сухому лесу. Он идет к зарослям зелени, но еще не преодолел лес. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Панцирь очень тяжелый. Вьющиеся растения мешают идти. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Каждый шаг дается с трудом на этом острове, который защищает его и мучает, пока он движется к своей единственной цели. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если многие обитатели островов являются их заложниками, эти морские котики живут здесь по своей воле. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Около двух миллионов лет назад пара калифорнийских морских котиков заблудилась в океане и попала на острова. Они остались здесь, размножились, их потомки образовали новый вид. Это галапагосские морские котики. Самые маленькие в мире. Когда вода в океане становится холодной, пора задуматься о потомстве. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Этому малышу всего несколько дней от роду, а он уже такой активный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самке придется охотиться каждые два дня, чтобы ей хватало молока для малыша. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это значит, что малыша придется оставлять одного. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Детенышу не с кем поиграть. Он надеется найти себе друзей среди своих собратьев морских котиков. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но им, похоже, друзей уже хватает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда самка понимает, что это не ее детеныш, она не желает иметь с ним дело. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Обескураженный малыш удаляется. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Без матери он предоставлен сам себе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А на другом побережье самец баклана, пользуясь обилием еды в океане, решает создать семью. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Начинается все со строительства гнезда и небольшой ссоры влюбленных. Возникли разногласия по поводу украшения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Проблема общая для всех. Их соседи спорят о том, куда положить косточку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда вопросы с обстановкой решены, они переходят к планированию семьи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это наводит на мысли и соседей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бакланы не хранят верность своим партнерам. Когда самка отложит яйца, она здесь долго не задержится. Отцу самому предстоит растить птенцов. И он пока не знает, как тяжело ему придется. Но задача воспитания следующего поколения это то, что придает стабильности и приносит перемены. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это правило распространяется и на самых старых обитателей острова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После долгого путешествия по засохшему лесу самец черепахи наконец достиг места назначения. Впереди блеснула лагуна. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ночь он проведет в воде. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На следующее утро, когда он проснется, будет понятно, зачем галапагосские слоновые черепахи тратят столько сил, чтобы сюда добраться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он пришел в густой лес из деревьев вида скалезия. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Растения этого семейства впитывают воду, как губки. И зеленый ковер покрывает кратеры потухших вулканов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Этот лес – единственный зеленый оазис на островах. Подарок холодного океанского течения. На низменностях оно становится причиной засухи, а на возвышенности приносит жизнь. Сейчас сезон Гаруа. Это влажный, нерассеивающийся туман. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Именно здесь, наверху, расположен рай для галапагосских слоновых черепах. После долгого путешествия многие из них обессилели. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самец наслаждается нежной зеленью. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но он пришел сюда не только поесть травки. Он здесь ради нее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он идет по стопам, своих предков. Тысячи лет они каждый год идут по одному и тому же маршруту, чтобы спариться здесь, среди этой буйной растительности. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но найти такие благодатные места можно только на самых молодых островах архипелага. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь большая разница высот создает разнообразные зоны обитания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Более старые острова утратили свои вулканические горы. И там нет зеленых возвышенностей, куда животные могли бы переместиться. Слоновые черепахи на острове Испаньола должны как-то компенсировать себе недостаток еды. Чтобы достать побольше листьев, черепахи научились сильно вытягивать шею. Панцирь стал более выпуклым, чтобы рептилия могла свободнее двигаться. Панцирь, напоминающий седло, на староиспанском называется галапага. От этого слова получили название черепахи и сами острова. Хотя черепахи преодолевают огромные расстояния, чтобы поесть, листья рано или поздно кончаются. Самцу придется ждать, когда вырастут новые. А на пляже детеныш морского котика уже устал ждать. Его мамы нет уже несколько дней. Без материнского молока он слабеет. Лучше бы ей поскорее вернуться. Это не его мама. Это альфа-самец стада. Он контролирует гарем из 12 самок. Для морских котиков это не так уж и много. На родине его предков, в Калифорнии, у него на попечении их было бы в два раза больше. Но здесь, на галапагосах, образ жизни более вальяжный даже по калифорнийским меркам. И как и его калифорнийские кузены, морской котик всегда готов покататься на волнах. Но, внимание, как только самец отвлекся, сразу появляется бандит. Самец со стороны. Он хочет завладеть его гаремом. Все происходящее заинтересовало детеныша котика и привлекло внимание хозяина гарема. Только не в его дежурство. Господствующий самец бросает песок в лицо хулигану и отправляет его во своясье. Такие стычки время от времени происходят на галапагосах. Но в Калифорнии подобные схватки происходят раз по десять за день. Альфа-самец наслаждается своей победой. А голодный детеныш, которому больше не на что отвлечься, совсем обессилил. это его мама? Альфа-самец Но как привлечь ее внимание? Альфа-самец Он собирает последние остатки сил. Альфа-самец Жизнь везде непростая. Но галапагосские морские котики нашли здесь для себя настоящий рай. В отличие от других обитателей островов, они могут покинуть их в любой момент, но они этого не делают. В этом отдаленном уголке у них практически нет конкурентов. И есть больше времени понежиться на пляже. А в другом месте на галапагосах повзрослели птенцы баклана. Они несколько недель провели в гнезде, заглатывая бесплатные обеды. Но сегодня все это осталось в прошлом. Мать ушла, чтобы создать новую семью, а отец должен выпускать птенцов во взрослый мир. Птенцы постарше собрались возле воды. им нужно научиться не летать, а понять, как они должны плавать и нырять. Отец начинает урок. С этой минуты он будет давать им еду только в воде, заставляя птенцов плыть. Это как езда на велосипеде. Надо все время работать ногами. Легче сказать, чем сделать. Они инстинктивно хлопают ненужными им крыльями. Папа недоволен и убирает рыбину. Но птенец хочет ее съесть. И не он один. Великолепный фрегат тоже. Эти воздушные пираты не умеют плавать или нырять. Они почти всегда воруют еду. Жестокий урок для молодого голодного птенца. Вторая попытка. Великолепный фраг У отца всего несколько недель, чтобы обучить птенцов Взрослеть на галапагосах не так просто Точнее, так непросто, что в живых здесь остается около тысячи бакланов Природа здесь может позволить себе только малые популяции разных животных Даже под водой В тропиках острова обычно окружены кораллами Но не на галапагосах Здесь есть только небольшие оазисы из рифов Вода слишком холодная Для любителей кораллов это испытание Рыба-фугу Сильными зубами она откусывает небольшие кусочки кораллов И ест водоросли, которые растут внутри В результате на кораллах остается множество шрамов Другую еду рыба-фугу не признает Так что этот житель рифов встречается лишь в нескольких местах на галапагосах Эти небольшие коралловые сады для него золотая клетка Вьюрки-вампиры тоже пленники в этом раю И хотя они питаются только кровью Раз в год они делают исключение И добавляют в меню яйца Олуша бросила свое гнездо Ну как разбить яйцо? Тонкий клюв, который легко прокалывает кожу Здесь не поможет Хитрая птица придумывает план Ее старания быстро привлекают внимание голодных соседей Субтитры добавил DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вьюрки будут биться до последней капли На этом острове, где совсем нет воды Вкусное яйцо – настоящий клад Вьюрки-вампиры ничем не отличаются от многих других обитателей Галапагосских островов Они оказались здесь волей случая Им представился шанс выжить на этих заброшенных в огромном океане островах И они им воспользовались Они адаптировались В результате появились полные жизни Галапагоса Маленький, но яркий и особенный рай Свидетельство великого могущества эволюции Автор сценария и режиссер Томас Берент Операторы Майкл Риглер и Кристина Хэкл Подводные съемки Томас Берент Композитор Оливер Хойс Фильм озвучен студией СВ Дубль по заказу ВГТРК Фильм озвучен студией СВ Дубль по заказу ВГТРК